Синхронные теракты в разных странах мира, кажется, не оставляют выбора усилия. Пора объединять. Двух антитеррористических коалиций быть не может. Нужен единый фронт, другого выхода нет. Это то, что давно уже предлагала Москва. И сегодня, после трагических событий на простой вопрос «Вы с нами?» или «За них?» ответ может быть только один. Уклончиво отвечать уже невозможно. Итак, как меняется мир? Об этом наш корреспондент Максим Красоткин. Эта встреча, казалось, затмила весь саммит. На Большой Двадцатке целых 20 минут лидеры двух держав говорили с глазу на глаз, как потом сказали помощники про терроризм. И вот уже на другой встрече на саммите АТС президент США называют Россию конструктивным партнером. С самого начала я приветствовал действия России против ИГИЛ. Это мы обсуждали сначала в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, а на днях в Турции на саммите Двадцатке с президентом Путиным. Если он и российские военные сосредоточены именно на объектах ИГИЛ, которые являются угрозой для всех, это именно то, что мы хотим видеть. И мы будем продолжать дискуссии об этом. И тут, как по команде, американские газеты резко поменяли риторику. Если еще недавно о России писали так... На Западе сохраняется нулевое доверие к Путину. И к тому, что он делает, и к тому, что говорит. То сейчас вот так. Владимир Путин организовал поразительный поворот событий. Некогда практически находясь в изоляции среди мировых лидеров, российский президент сейчас больше похож на незаменимого человека в деле борьбы с ИГИЛ. Вслед за американскими журналистами и европейская пресса подтянулась немцы, и даже англичане, уж если не хвалят Путина, то не критикуют точно. Еще на прошлой неделе глава Кремля Путин считался изгоем, но уже в понедельник стал союзником Франции в борьбе с терроризмом. Это невозможно было представить год назад. Похоже, Украина отставлена в сторонку. Хотя санкции в отношении России сохраняются, и минский процесс потихоньку идет, но США и Россия наряду с Турцией, Ираном и другими говорят в Вене о Сирии. И тут словно лавина слов поддержки. На восточно-азиатском саммите в Малайзии Генсек ООН на встрече с Дмитрием Медведевым признает правильность шагов России. Все эти террористы и экстремистская идеология должны быть побеждены во имя человечества. Тут мы должны быть едины. Мы должны показать глобальную солидарность, чтобы дать ответ ИГИЛу и другим террористам. Вот и Франсуа Алан заговорил о глобальной коалиции. После терактов у себя в Париже ничего и не оставалось. Уже на днях он едет в Вашингтон и Москву, как сказал он сам, скоординировать действия. Я прекрасно понимаю, что не у всех стран одни и те же интересы, концепции, союзники. Но сейчас речь идет о том, чтобы положить конец армии, которая угрожает всему миру, а не одной или другой стране. В подтверждении своих слов Франсуа Алан направил к берегам Сирии авианосец Шарль де Голь. Командиру крейсера Москва, который дежурит там же, Владимир Путин приказал принять гостей. В ближайшее время в район Ваших действий подойдет французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними, как с союзниками. Де Голь уже успел повоевать против ИГИЛ в начале года в Персидском заливе, но тогда в составе американской группировки авианосец смотрелся более чем скромно. Такая же участь ему уготовлена и сейчас, говорят эксперты. Но даже это важно. Присутствие французов в знак того, что страны, разделенные санкциями, объединяются против террора. В Кремле дали понять, всем пора определиться, кто с кем, когда речь зашла о финансировании террористов. Финансирование, как мы установили, идет из 40 стран, причем в том числе из некоторых стран двадцатки. Как подтверждение слов президента, через пару дней случился инцидент с поставкой ПЗРК ИГИЛу. Задержанный в Кувейте член группировки поведал, как китайские комплексы закупались Украиной, а потом через территорию Турции попадали к боевикам. Получается, что Соединенные Штаты Америки, которые во многом контролируют власть нынешнюю в Киеве, допустили самовозможность такой закупки и транзита. Во-вторых, Турция, как член НАТО, пропустила ПЗРК на территорию Сирии. И таким образом создала угрозу для других государств, членов НАТО. США и сами отличились в борьбе с ИГИЛ. В союзе с Францией еще почти 20 государствами они год бомбили позиции боевиков. Но группировка только расширялась. Причем террористам с самолетов сбрасывали новейшее вооружение, как утверждают по ошибке. И с таким союзником, считают эксперты России, надо держать руку на пульсе. Надо быть реалистом. Понятно, что США пытаются просто взять под контроль границу Сирии с Турцией. И не более того. США заинтересованы в том, чтобы ИГИЛ продолжал оставаться таким раздражающим, аллергенным фактором для Европы. Потому что это помогает им держать ее под контролем. Со стороны США дальше заявление о готовности сотрудничать в Сирии дело пока не дошло. Между тем, на российских военных даже вышли представители сирийской вооруженной оппозиции со своими предложениями. Вот эта часть вооруженной оппозиции считает возможным начать активные боевые действия против террористических организаций, прежде всего против ИГИЛ, в случае нашей поддержки с воздуха. И мы готовы оказать им эту поддержку. Здесь России придется договариваться не только с США, но и с Турцией. Она хоть и называет себя борцом с террором, через ее границу боевики попадают в Сирию постоянно. Но компромисс неизбежен, все же уверены эксперты. Например, страны могут распределить цели, по которым наносить удары. Но при этом придется оставить амбиции. Лидеров не будет. Именно потому, что американцы не согласятся с лидерством России, а Россия не согласится с лидерством США. Это будет взаимодействие равных сторон. И в этом смысле стоит вспомнить те аналогии, которые приводились президентом с антигитлерской коалицией. Кто был там лидером? Там не было лидеров. Там был Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. О том, что с террористами надо бороться сообща, Владимир Путин говорил еще на саммите ОДКБ в сентябре и во время выступления в ООН. Тогда российского лидера слушали, но не прислушались. Теперь, после катастрофы самолета над Синаем и серии терактов в Париже, создание единого фронта все очевиднее. Ведь угроза одна для всех. Вот и российские военные, провожая самолеты на боевые задания, пишут на бомбах. За наших и за Париж. Максим Красоткин, Павел Шабанов, Мария Солопова. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова